так всем привет дорогие друзья сейчас собираемся я как раз сейчас должен найти на компьютере извиняюсь за опоздание чуть я задержался сейчас я найду найду я текст найду текст 14 главы мы сегодня переходим на 14 главу и значит сейчас я найду ее текст 14 главы и мы начнем двигаться вперед как мы прекрасно и двигались вперед так значит все нашел тони кауфман с нами все все собираются мы сегодня заканчиваем как раз главу 13 прям 13 главу заканчиваем и переходим на главу 14 так все вот 13 глава у нас есть последний отрывок мы сегодня открываем 24 отрывок значит нам стало известно все в 24 отрывки что почему нас бог почему нас бог иногда дает нам всякие неприятности потому что как известно что тот кто не бьет своего сына он его ненавидит он его ненавидит прямо вот так вот написано в мишле что кто его не бьет и бог поэтому нас бьет он нас любит он нас бьет наказывает переводит на правильный путь чтобы мы понимали причем интересно что бывает что человек он смотрит что с другими происходят неприятности и это его уже пугает и он переходит на правильный путь иногда бывает что человеку самому надо чтобы его самого стукнули это он не переходит на правильный путь, ему не хватает, да? А потом, когда все хорошо, опять все про Бога забывают. Теперь 25-й отрывок. 25-й отрывок, он нам говорит о том, что, значит, цадик, цадик, это мы знаем, кто такой цадик. Сейчас давайте я весь прочитаю отрывок и потом, значит, переведу. Цадик кушает для того, чтобы насытить свою душу. Прямо написано, цадик охель лизбоа навшо. Он для того, чтобы насытить свою душу. У бетен решаим тексар. И живот злодеев, он будет, недостаток у них будет. Что это значит? Почему по-разному кушают цадик и почему по-разному кушают злодеи? Сейчас мы давайте определим, почему так это происходит. Смотрите, значит, есть такое понятие, как нефеш. Что такое нефеш? Нефеш – это животное душа человека, то есть это его тело. Это нефеш. Тело. Тело человека работает по определенным законам. Оно очень четко структурировано. Там иммунитет, гормональная система. Ты только подумал, у тебя рука поднялась. Если там вес тяжелый, то тебе нужно, чтобы мышцы напряглись. Но ты это все не думаешь, как это сделать. Это все запрограммировано в теле, вот в этом нефеше. Нефеш – это как бы программный код тела. Теперь цадик – это тот, кто преодолевает, преодолевает животную свою природу и, выполняя заповеди, он поднимается на уровень праведности, то есть он переходит все время на правильный путь. То есть цадик – это кто борется с собой и выполняет приказы Бога. И чем ты больше… Мессирут нефеш, есть такое выражение. То есть чем ты больше мессир… То есть ты как бы преодолеваешь свою вот эту животную душу, тем ты больше поднимаешься на божественный уровень. И есть такое даже выражение, что если человек стал настоящим цадиком, то он сказал, цадик, кодож бараху сделал. Потому что… Как это так может быть? Потому что есть пертьевод, объясняется. Тот, кто делает волю Бога. Осе рецоно. Рецоно – это желание Бога. Делай желание Бога. Как ты делаешь свое желание, как обычные люди делают свое желание. Вэу – Бог. Я – сэр и цонеха, он тогда сделает твою волю, как его. То есть цадик, он все время преодолевает свою животную природу, идет к Богу. Потом в какой-то момент он Бога просит что-то сделать, оба Бога делают. Теперь вот этот цадик, он ест, он ест, питается. Обычный человек, как он питается, он жрет, жрет побольше, давай, повкуснее, побольше. Цадик не так. Так, цадик, он ест только для того, чтобы насытить свою вот эту душу. То есть, как рабе Ханина Бендоса, он когда питался, ему хватало, ему хватало там плодов на день, немного плодов рожкового дерева, ему хватало на целый день. То есть, он именно ел по минимуму, чтобы ему хватало, чтобы ему просто хватало, чтобы хорошо у него работало тело. Так, цадики, например, они два раза в неделю вообще постятся. По понедельникам, по четвергам они вообще не едят, не пьют. Были цадики, которые целыми неделями постились. Например, был такой цадик, рыбниц Теребы, еще совсем недавно, он в 101 год он умер, он делал чудеса, был чудотворец, страшный. Он прошел всю войну, там его немцы не могли никак поймать, ловили, он исчезал. Ну, то есть, он в рыбницах, рыбниц Теребы был. Он всю жизнь окунался, каждый день по нескольку раз окунался в Мику. Зима, не зима, прорубь, то есть, он прямо прорубь ломает, лед окунулся всю жизнь. И он молился, целый день он молился, он вообще не ел, он ел чуть-чуть, только ночью вообще. В общем, это цадик, и он ест, цадик Охель Лесбоа Навшо, он ест для того, не ест, тут переводится, правильно ест Дос, это неправильный перевод. Он ест насытить вот эту свою душу, вот для чего он ест. У Бетен Решаим Тексар, живот злодеев, он всегда ему будет не хватать. Злодей он ест, чтобы почувствовать только вкус еды, и он все время обжирается, 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 ему всегда будет не хватать. И он не может, вот есть Бен Сурер в Муре, есть такая в Торе глава, где рассказывается про сына, который сходит с пути и восстает против родителей. Так, там интересно рассказывается, что если ребенок, ну еще там ему 12-13 лет, он украл у родителей деньги, и именно купил на них мясо и вино, и он это мясо сожрал и вином запил, его надо убить. Представьте, вообще Тора говорит, его убить надо. Почему его надо убить? Потому что человек, который идет по, то есть он не управляет своими инстинктами, он сам кого-то убьет. Так лучше его убить, чем дождаться, пока он кого-то убьет. Понятно? То есть нужно научиться преодолевать вот эту свою инстинктивную природу, и этому можно научиться. То есть есть специальные упражнения, обливание ледяной водой, там и так далее, когда человек, он своим интеллектом управляет над вот этой вот вегетативной нервной системой, которая запрограммированная нервная система. Хорошо, двигаемся дальше, двигаемся дальше, значит с этим мы разобрались, с этим мы разобрались, теперь давайте разбираться дальше. Понятно, да, Пьер? То есть это мы закончили 13 главу. Садик кушает, насытит свою душу, то есть он дает просто то, что нужно своему телу, чтобы оно работало для того, чтобы он мог служить Богу. Потому что злодей, наоборот, он наполняет свой живот, ему всегда не хватает. И из-за того, что ему всегда не хватает, то он вынужден делать вот эти вот разные вещи, идти против Торы. Как у меня один знакомый рассказывал, что он уже все начал соблюдать, но говорит, вот не мог я отказаться от морепродуктов. Ну вот просто не мог, это моя любимая еда. Причем он очень богатый, и он мог себе позволить там любые устрицы, он очень любил. И вот он говорит, я как-то заезжаю в самый там дорогой ресторан вообще, заказывая себе устриц. Я уже шаббат соблюдал, уже все. Заказывая себе устриц, значит, самый дорогой ресторан. Он специально летел там из Америки, летел то ли в Тиев, то ли в Москву, и остановился то ли в Париже, то ли в Амстердаме. То есть он и специально заехал в этот ресторан дорогой, чтобы поесть устриц. И он поел устриц, значит, и прямо его с ресторана забирают в скорая. У него, значит, он распух весь, вообще страшно распух. Он думает, на следующий день, ну, пропустил свой рейс, приезжает в ресторан, говорит, что же вы мне дали устриц, ну, этих сборченных. Они говорят, да нет, у нас самые свежие устрицы, вот все ели, все нормально, но устрицы шикарные. Он думает, ну, непонятно. И тоже он мне тут, знаете, как вот, а он уже все соблюдал, вот тут мы видим, что заболеть это плохо или хорошо. Бог ему послал, чтобы он подумал, что он во всем он уже цадик, а в этом он еще вообще, как злодей, нарушает волю Бога. Потом он, значит, летел, он еще раз, он летел уже, он так уже начал перезадумываться. А, у него было три раза. Второй раз у него было, он пришел кому-то в гости, там делали макароны, макароны с креветками, со всеми этими делами, с морепродуктами. И он поел опять, попал в больницу. А третий раз он, значит, летит в самолете и спрашивает, уже он спрашивает, это рыба, он уже перестал есть морепродукты. И ему дают рыбу такую, да, он говорит, это рыба, там у нее есть плавники и чешуя? Ну, и стюардесса говорит, конечно, есть вообще. А он, ну, есть же кашрут, когда Ролин сказал это, он ответил. А когда просто стюардесса сказала, есть, есть, и плавники есть, и чешуя есть, это как я когда-то приехал в один город на тренинг, и я в Сырибе, мне написано, что я ем только кошерную еду. И, значит, мне привозят еду, я смотрю, ну, вообще, не кошерная, не это самое. Ну, то есть, видно, что не кошерная, ни одной там нет печати, ничего. Я говорю, где покупали? Да вот кафе кошерное. Я говорю, где написано кошерное? Нигде не написано. Азербайджанское кафе какое-то. Я говорю, так тут же нигде не написано. Они, ну, мы спрашивали, нам сказали, что кошерное. Так я подумал, позвонили азербайджанцам какому-то, у вас кафе кошерное? Кошерное, кошерное, у нас все кошерное, да? И, значит, мне привезли полностью не кошерную еду. В общем, он спросил, это кошерная рыба или нет. Ему сказали, что она кошерная. Он ее съел и третий раз попал в больницу. И с тех пор он уже, конечно, начал все проверять очень серьезно, кошерное, не кошерное. И, то есть, через три раза в больнице он понял, что приказы Бога нарушать нельзя. Понятно, да? Все, и мы переходим на 14 главу. 14 глава у нас начинается очень интересное начало. Значит, 14 глава, она говорит нам следующую вещь. Значит, «Хахмот нашим бантабейта», то есть, «мудрость женщин построила ее дом», «мудрости женщин построила ее дом», «вэй ивелет», «вэй ивелет» это грешница, «бэйадея терсена», «а грешница своими руками его разрушает». Это очень важный отрывок про семейные взаимоотношения, значит, отношения с женщинами, нас смотрит много женщин, много мужчин. Значит, вот что говорит нам царь Соломон, мудрейший из людей, про женщин. Значит, «мудрости женщин построили дом ее». То есть, мы знаем, что такое хохма. Хохма – это божественная мудрость, то есть, это аксиомы, что можно делать, что нельзя делать, как жить правильно, как неправильно. Значит, это когда человек собирает вот эти вот хохмот. Почему во множественном числе? Потому что, когда ты собираешь вот эти мудрости, ты их собираешь по кусочкам. То есть, ты тут узнал, там узнал, тут в этом отрывке одно понял, тут в этом отрывке другое понял. Ты их собираешь, собираешь по кусочку эти мудрости и складываешь себе в голову на жесткий диск. Складываешь, складываешь, как работает мир, как такие пазлы. Как складывается из пазлов картина. И также любой человек, он складывает из пазлов картину своего мира. И вот человек, который, человек, женщина, который берет эти мудрости и истории о всем, он понимает, как строит мир. У него есть правильные пазлы. Потом банта построила, это от слова бина. Бина это мы вин давар, ми ток давар. То есть понимаешь вещь из вещей, логика. И когда ты берешь вот эти вот пазлы, истинное знание, как работает мир, что такое хорошо, что такое плохо. Когда ты берешь эти кусочки знания, и ты из них строишь свой дом. То есть ты делаешь из них выводы, у тебя работает логика. То есть ты берешь и оп, одно вытекает из другого, одно вытекает из другого. Это сравнивается с мудрой женщиной, которая, которая строит свой дом. То есть мужчина, он такой, вау, что-то туда-сюда, он как бы во внешний мир направленный. А женщина, вот Маргарита Дершман, например, да, женщина, она должна, она более детальная, да, она более детальная. И она строит, должна свой дом. И Ивелет, кто такая Ивелет? Ивелет, это мы знаем, Ивелет вообще это грешник. Но вот Малком нам объяснил, я до этого не знал, что слово Ивелет, это от слова Улай. То есть это не просто грешник, да. Есть грешник, который знает правду, и он грешит, потому что его эмоции, его вожделение, они им управляют. А есть грешник Ивелет, вот этот грешник, он грешит, это от слова Улай, он скептик. Он сомневается во всем, и он своими руками, своим скептицизмом, он разрушает любое знание мудрости, да. То есть выстроенное знание, а он говорит, а может оно и не работает. А кто сказал, что это так? И он чисто из-за своего вот этого вот скептического подхода к миру, он берет и рушит. Даже, меня больше всего удивляет, когда есть, вот например, у человека все плохо. Ты ему говоришь, послушай, вот попробуй вот сделать вот так. А он говорит, а может не сработает. Я говорю, может, но если сработает, ты, ну как бы, решишь свою проблему. А если не сработает, так ты попробуй еще что-то. То есть какой тебе смысл, если это возможность, которая может тебе помочь, какой тебе смысл просто в голове ее разрушить и лишить себя этой возможности даже потенциальной? Какой смысл? Нету смысла в этом. Значит, вот эта вот женщина Ивелит, которая стептик такая, она своими руками дом свой рушит. Она сомневается в мужа, она сомневается в Торе, она сомневается во всем. Есть такие, критикуют и так далее. Этим отрывком, я помню, Рависках Зильберзе, Хронот Садикли Враха, он объяснял ситуацию, когда был Корах и был, значит, Корах устроил восстание против Маши Робейну. И он говорит, Рависках Зильберзе, ну, он это взял из Торы, да, что жена Кораха, она была причиной вот этого всего мероприятия, да. То есть жена Кораха, она все время его подначила. Вот, посмотри, как Маши Робейна на тобой смеется, он там, и так далее. То есть она как бы все время мужа своего подстёдивала, чтобы он сделал восстание. Не останавливала, а подстёдивала. И поэтому погибла и жена, и дети его. То есть со всеми домами их под землю проглотила. А там была ещё жена одного, он Бен Пеллет. Он Бен Пеллет, это был такой тоже, он среди был заговорщиков этих. И жена ему наоборот говорит, слушай, зачем тебе завтра идти вот на эти все демонстрации, на все эти мероприятия, слушай, зачем? Ты же не священник, ты всё равно, тебе какая разница, будет Аарон брат Моше первосвященником или Корах. Зачем тебе это-то? Нет, я должен идти, всё. Она умная женщина, она ему говорит, ну, значит, ладно, говорит, как хочешь. Хочешь идти? Иди. Ну давай вечером посидим. И она ему приготовила ужин вкусный и напоила его вином, значит, молочные продукты, чтобы он сильнее хотел спать. И допоздна она, в общем, с ним сидела там, общалась. И потом она утром пришли его друзья-заговорщики, пришли его звать на демонстрацию. Она выскочила, ну, нельзя, чтобы замужняя женщина, чтобы была с распущенными волосами. Она выскочила специально с распущенными волосами, и они же были ца-дети, всё-таки. Они такие, ой-ой-ой, типа, и убежали, да. И она не стала, не стала она ничего, как бы, создавать такого, ну, скандалов, конфликтов. Она просто сама умная женщина, своими руками, она по своей мудростью, она так ситуацию расставила, что они сами убежали. И он единственный из заговорщиков остался жив. Вот это вот, этот отрывок, он иллюстрирует умная женщина. Хохмот нашим, умные женщины свой дом строят, и женщина должна думать, как построить свой дом, а глупая своими руками разрушает. И последний мы сегодня отрывок, давайте посмотрим, сколько у нас уже урок длится. Есть ещё минутка. Значит, третий отрывок, мы сегодня давайте пройдём. Так, третий отрывок у нас такой. Значит, это второй отрывок 14 главы. Второй отрывок 14 главы, он такой. Олег бэйаширо ире ашем. Венелос драхав бозеу. Значит, ходит прямой, так, смотрите. Здесь нам перевели этот отрывок так. Значит, вот я здесь его в комментарии размещаю. Тот, кто идёт прямо, тот, кто идёт прямо, боится Бога. А, сейчас, секундочку, не так и сделаю. Тот, кто идёт прямо, боится Бога. Олег бэйаширо ире ашем. Значит, ходящий прямо, прямоходящий, вот если бы вот так просто переводить дословно, да, не зная комментариев, не зная узкую тору, то можно было бы перевести так. Так, прямоходящий, это, прямоходящий, он боится Бога, а, значит, искривляющие пути, он его позорит. Бузеу. То есть, здесь написано, что крив путями пренебрегающим. То есть, поменяно в переводе здесь, поменяно причиной следствия. Давайте я, вот как написано, сейчас я объясню. Значит, есть человек Яшар. Кто такой Яшар? Интеллект человека, вообще интеллект человека, прямой, да. В Каэлите мы учили, что Бог создал человека прямым. В Эмма, когда появилась женщина, Бекшу, Хижбанот, Рабим. А они начали устраивать много разных расчётов и так далее. Они сбились с пути, когда появился человек, его жена, змей, там много разных векторов. Они сбились с пути. Но изначально интеллект человека, он создан был прямым. Что такое интеллект прямой? Значит, прямой это тот, кто ищет кратчайший путь между двумя точками. То есть, человек же не думает, как стоять прямо. У него внутри система настроена, чтобы он не падал. Точно так же интеллект человека это то, что выбирает самую прямую дорогу между двумя точками. Если, опять же, на него нет всяких влияний со стороны. Теперь человек похож на куклу-неваляшку. Вот он стоит прямо, стоит он прямо, но потом ему захотелось куда-то идти. И он, значит, подумал, мне надо идти туда. Пошел ход мысли. И этот ход мысли, он его выбивает из состояния равновесия. Он как будто бы начинает падать. В этот момент, когда человек идет, у него одна нога за другой переставляется, переставляется, переставляется. И он каждым шагом, то есть, он как бы, вот он пошел вперед, и у него пошла вся система, и он все время поддерживается в равновесии. То есть, система интеллекта, она, она, человека возвращает в состояние равновесия. Понятная идея. Теперь это, если мы смотрим на интеллект такой, это называется двигательный интеллект, да, то есть, который уже запрограммирован. Теперь, если мы дальше посмотрим по жизни, у человека появляется какая-то цель, и он не знает, как ее достигнуть. Тогда интеллект человека начинает искать в окружающем мире знания, как заполнить пространство между я хочу, вот что-то, какую-то цель. И как мне заполнить знаниями это пространство, чтобы узнать, как к ней прийти. И интеллект, опять же, он тебя ведет, он ищет самую короткую дорогу к той точке, которую ты ему забросил вперед, как бы. Там нет вперед, этот интеллект, он же действует в настоящем времени. Это человек только придумывает, как будто бы он заглядывает вперед. На самом деле, постановка цели происходит здесь и сейчас. Ты просто у себя в интеллекте, то есть ты, опять же, откуда у тебя в интеллекте знания из прошлого. И ты сидишь у себя в интеллекте, как бы выбираешь вот в этой картине мира, выбираешь какую-то точечку, и ты ее, дык, говоришь, вот моя цель. Но ты не знаешь, как прийти от сейчас к ней. Интеллект заполняет тогда вот это вот пустое пространство незнания, знаниями. У тебя есть, как бы, ты думаешь, так, где взять знания? А может, он знает? А может, вот эта книжка мне заполнит пространство? А может быть, посоветоваться с тем, кто уже это достиг? И так далее. То есть ты заполняешь пустое пространство, заполняешь знаниями. Теперь, а что у нас в отрывке написано? Улег бе-ашро и ре-ашем. Значит, тот, кто ходит прямо, тот, кто хочет сохранить именно вот это вот прямо, имеется в виду жизнь человека, все равно она между рождением и смертью посвящена тому, чтобы набрать духовный опыт, чтобы перейти на следующий уровень. Теперь, тот, кто хочет пройти свою жизнь прямо, изначально прямо, да, он должен бояться Бога. То есть у него есть все время, у него есть такая точка, которая является эталоном, метрономом и эталоном истины. И это главное, как источник истины и реальности, это Бог. И когда он внутри, у него есть вот этот вот страх сбиться с пути, нарушить волю Бога, то он его будет все время вытаскивать на правильный путь, как, знаете, как передний привод. То есть когда ты вспоминаешь, куда тебе надо идти, как в GPS, ты вбил какой-то адрес, и ты куда-то свернул, он тебе говорит, вы там сбились с пути, перестраиваем маршрут. И ты опять выходишь на этот нужный маршрут. Также тот, кто боится Бога, боится согрешить, боится сойти с прямого пути, то его вот этот страх перед Богом, он его будет все время выводить из разных темных переулков. И как написано, что Это как бы одна часть пути. То есть тот, кто хочет идти в прямоте, он должен все время выпрямлять свой мозг, выпрямлять свой интеллект через страх перед Богом. Это есть такой Рафшлама Вольбы, так он говорит, что во время молитвы, когда человек молится Шмунаэстре, да, то есть он 18 благословений, есть такая главная молитва, нужно, человек вот так прямо стоит, и он молится 18 благословений перед Богом. Так он говорит, после этой молитвы разум становится Тагор Ваяша, становится чистый и прямой. Когда ты на протяжении молитвы, ты взаимодействуешь с Богом, то это взаимодействие, оно выпрямляет твой разум, и он становится чистый и прямой. Теперь вторая часть отрывка этого. Венелос Драхав, тот Тонелос, это который, он все время скользит куда-то в сторону, его сносит, да, тут его позвали, тут он захотел, тут он балуется, тут он еще что-то делает. Значит, он что делает Бозеу? Он позорит, позорит, пренебрегает, позорит, он пренебрегает своей высшей вот этой функцией, своей связью с Богом. То есть, когда человек, он помнит, зачем он здесь, и что такое быть человеком, да? Быть человеком, это быть в своей высшей вот этой вот самоосознании, что я божественная душа, у меня есть связь с Богом. Это быть человеком. Теперь, если эту связь отбросить, да, то есть, я не божественный человек, я просто человек, да? Что значит быть просто человеком? И тут человек себя должен отождествить с какой-то системой ценностей или с какой-то целью. Не бывает просто человек. Любой человек живет в мире верования, в мире какой-то идеологии. И когда человек себя спрашивает, кто я, то обычно ответом на этот вопрос является, куда я иду, да, или во что я верю, или что для меня важно. То есть, вот это самоопределение, оно происходит в момент, когда ты задаешь себе вопрос, кто я. Если человек хочет себя самоотождествлять со своей высшей частью, со своей божественной душой, он говорит, я божественная душа, я, на русском это некрасиво звучит, раб божий, да, я раб божий. Но мы все рабы чего-то, мы все рабы своих привычек, мы все рабы каких-то своих желаний, мы все рабы своих целей, мы все рабы других людей, потому что мы чувствуем там ответственность и привязанность к другим людям. И мы все рабы, мы все служим чему-то. Так вот, человек, который говорит, я раб божий, да, он, значит, он прицепляется, он говорит, а я служу Богу. И все, что я делаю, это я делаю по его, по его, как бы, системе. И когда я делаю все по его системе, я ее вначале изучаю, а потом делаю по этой системе, то Бог меня и здесь охраняет, и дальше я буду с Богом, потому что я, то есть я, я, это моя вечная часть, а не я, это моя невечная часть. И напоследок, понятно, да, то есть мы выучили сегодня три отрывка, сейчас расскажу анекдот, когда поп, ну, в церкви проходит процесс венчания. А, например, христианство, это, ну, взяли они полностью всю систему из иудаизма, из Торы, и добавили в нее такую, как, добавили упрощенный вариант, скажем так, да, христианство, это упрощенный вариант иудаизма, то есть три четверти Библии, это Ветхий Завет, то, что называется, да, ну, это все святые книги одинаковые в христианстве и в иудаизме. Теперь и добавили одну треть, это, это как более простой вариант, а что теперь с этим делать? Причем сам же, сам же основатель христианства, да, как, полностью никто не знает, как это все было, потому что в христианстве около 50 направлений, многие из которых кардинально друг с другом спорят, но он говорил, что я пришел не отменить закон, а его устрожить, то есть он пришел не отменить все, что было до него, о том, как человек должен взаимодействовать с Богом, а он пришел еще больше его устрожить для тех, тех, которые хотят более строго служить, да, но получилось, в общем, христианство очень хорошо распространилось, и сейчас большая часть мира знает про Бога именно через христианство. Но вот то, что мы изучаем, это святая книга для и для христиан, и для мусульман, или, естественно, для евреев, потому что это часть Торы. Так вот, значит, в христианстве священник, он проводит обряд венчания, и он говорит, венчается сейчас раб Божий Михаил, и посмотрел на нее и страх Божий Елена. Такая шутка смешная. Значит, раб Божий Михаил и страх Божий Елена. Потому что в Мишле в конце, в притчах в конце написано, что уйдет миловидность и обманет красота, а слава богобоязненной женщины, она будет вечна. Самое главное качество – это богобоязненность, это вот это вот иратошем, который – страх перед Богом, про который мы здесь говорили. Все. Значит, мы сегодня урок провели. Есть первое, что мы узнали, что цадик кушает для того, чтобы нацитить свою животную душу, дать ей именно минимум того, что ей надо, и не более того. А злодей, он обжирается, но ему всегда не хватает. Второе мы выучили, что женщины умные строят свой дом, а глупые разрушают. И здесь тоже есть два процесса вообще в жизни. Это конструктивное строительство и разрушение. Так вот, Тора нас учит, что сур мира отодвинься от зла и делай добро. То есть, чем ты будешь разрушать что-то, лучше создавать что-то. Лучше создавать, конструктивно строить. И третье, что мы выучили, что тот, кто идет, хочет идти прямыми путями, у него должен быть постоянный эталон-метроном. Это страх перед Богом. То есть, когда ты боишься нарушить законы Бога и согрешить, Бог тебя выводит на прямую дорогу везде, во всем. Будет удача, успех, здоровья, чего всем желаю. И, значит, с Божьей помощью. Завтра я в это время буду лететь. Завтра точно я не смогу провести этот урок. Значит, завтра, может быть, я сегодня, если успею, я запишу и размещу его в 9. А может быть, смотрите, может, я и успею. Давайте так, успею, успею, не успею. Лучше повторите то, что вы поняли для себя. Я очень советую и рекомендую каждый урок делать своих три вывода для себя. И эти три вывода в течение дня повторять. Важно не ознакомиться с Торой. Важно сделать Тору частью себя. Вот Талия молодец. Талия Рафальская молодец. То есть, важно не просто ты услышал, как себе рассказал, что это классно, интересно. Царь Шлома такой был умный. Бог ему дал мудрость. И он ее принял, передал и так далее. Нет. Каждый из нас обязан строить свое мышление, исходя из Торы. И внутри себя пробуждать свою внутреннюю связь с Богом. Все. Удачи, успехов. Всем хорошего дня.